Доброе утро! С вами программа Субботник. Я Олеся Дзиловская, а у нас сегодня в гостях Ксюша Новикова. Доброе утро! Я устала с огнем играть, и сказала, хочу любить, чтобы однажды тебя узнать и уже не забыть. Долго тебя ждала, вот я и дождалась. Любовь свою нашла, любовь сама нашлась. Она красиво, молода, успешна и знаменита. Ксения Новикова – счастливая мама двух очаровательных малышей – Богдана и Мирона. Но мало кто знает, какой ценой нашей героине далось это счастье. Сегодня в программе «Субботник» Ксюша расскажет непростую историю своей семьи. Нашей героине удалось невероятное. Она вернула детей, похищенных бывшим мужем. Прямо сейчас неизвестные подробности громкого скандала. На какие жертвы пошла Ксюша Новикова ради своей семьи? Я не знала, что накануне пришла Аня Семеновича, сказала, что уходит тоже. И получилось, что вечером Аня ушла, а утром я. Как наша героиня в одиночку боролась за своих похищенных детей? Тут открываются двери лифта, в этот же момент открываются двери квартиры, озверевшие лицо. Я вталкиваю детей в лифт, двери начинают закрываться. Страшные подробности борьбы за малышей. Было у меня еще на решение детей вернуть. Да, но детей-то не отдали, потому что он скрылся с детьми. И как по вине взрослых страдают самые беззащитные? Как дети пережили эти 9 месяцев, мы до сих пор отголоски ощущаем. Все это и многое другое прямо сейчас. Во сколько встала? Я вообще, в принципе, стою рано, потому что двое деток. Жаворонок? Нет, я жуткая совища, но еще во время первой беременности я попрощалась с совой в себе. Теперь я жаворонок, стою, можно сказать, с первыми петухами, потому что это завтрак, это детки одеться, обуться, садик и так далее. Ксюша, помощники есть? Сейчас мы живем вообще одной большой семьей. Это я, мои дети, мои родители, папа с мамой. В соседнем подъезде живут мой младший брат Максим со своей женой Ольгой. Сейчас так удобнее нам все вместе находиться, тем более, что моя мама, она дошкольный работник, она методист детского сада, логопед, и детки ходят к ней в детский сад. В общем, у нас такой семейный подряд. А скажи мне, а по дому кто помогает? Ты сама убираешься, готовишь? Вообще я готовлю на всю семью, я просто люблю готовить очень. И есть, наверное, тоже. Да, ну, слава богу, пока я стою у плиты, я, наверное, этими запахами так напитаюсь, что потом уже не особо кушать хочется, а вообще кухня – это моя вотчина. Я там отдыхаю и даже как-то всегда прихожу. А убираешься с таким же удовольствием? Бог миловал. Помогают, да? Да, да, это, конечно, да, потому что, ну, на все невозможно. У меня такая по творческой части все-таки. Расскажи, пожалуйста, ты прям вот родилась и поняла, что все, буду петь. Ну, практически, на самом деле, с детства хотелось вот именно петь на сцене, не актрисой быть, не в космос полететь. Расскажи мне, пожалуйста, вот об этом событии. Заглядывай. Не смело, небось, никто не укусит. Ой! Ой, что это? Группа класса. Вот там маленькая девочка такая в центре, это Ксенияша? Вот это вот, да, но уже такая чуть-чуть подружшая. Ну, еще. Сколько тебе лет там? Ой, здесь, на самом деле, лет 17, это уже… Ну, это уже девушка. Да, ну, конечно, раньше 17 были несколько иными, чем сейчас. В общем, пришли мы с мамой на концерт, мне было 7 лет, и я тогда пела в хоре Локтевы. Пришли с мамой на концерт и сидели в зрительном зале, детский был концерт, были различные конкурсы всякие. Я в одном конкурсе выбежала, поучаствовала в другом, а потом через вот так проход сидела жена руководителя группы класса, она пригласила на прослушивание. Тут же меня после концерта на сцене прослушивали, я чудесным образом спела «Крылатые качели», «Трубочист, трубочист, ты меня научи». Вот, и так и так я попала в группу класса. И, в общем, с детками мы все взрослели вместе, но начались гастроли, с 10 лет я езжу на гастроли. А что, да? Школа – это был такой краеугольный камень, то есть если я бы плохо училась, меня бы не пустили на репетицию. Ну, в общем, вот так я жила, учила уроки в поездах, в самолетах. Ну, тем не менее, закончила школу, конечно, не круглой отличницей, но четверки. У меня в эти стати ровно пополам четверок и пятерок. Продолжаем программу «Субботник». Я Олеся Судзиловская, а у нас в гостях Ксюша Новикова. Как же ты заблестела, расскажи. У нас в группе класса была репетиционная база, там же была репетиционная база у «Блестящих» и еще у «Иванушек». Когда мне было 16 лет, и Андрей Грозный, и Андрей Шлыков только делали «Блестящих», была записана первая песня, записана там, только там. И была только одна еще Оля Орлова, еще никого не было. И нужно было пропеть «Бэк». И Грозный попросил нашего продюсера группы «Класс» Андрея Пряжникова, все Андреи вокруг, попросил кого-то из нашей группы пропеть «Бэк». Ну, выделили меня, пропела и поблагодарили, сказали спасибо. Видимо, тогда присмотрели. Указали в «Бэках» в альбоме, в «Первом блестящих» я так потом прочитала, посмеялась. А дальше периодически пересекались где-то на концертах. Грозный все время так подходил к Пряжникову и говорила, ну, сейчас Ксюха подрастет, заберем ее у тебя. Ты хотела? И даже не собиралась, но к 19 годам поняла, что уже хочется. Не какие-то подростковые танцы исполнять, а в красивом платье просто постоять, покачать бедрами уже, да, все, видимо, девочка созрела. А вот, Ксюша, иди ее, да. А тогда я позвонила Пряжникову и сказала… Отпустите меня. Отпустите меня. А потом Грозным сказала, что я готова. Скажи, пожалуйста, ты же у нас еще автор песен, ты же написала топовую какую-то, хитовую. Как Грибоедов, человек одного произведения известного. Слушай, это вы прекрасны, когда есть одна роль, по которой тебя помнят всю жизнь. Да, так случилось, что Андрей Грозный позвал меня, сказал, вот тебе, Ксюша, музыка, напиши текст. Я написала текст, а я все летала. Прямо как-то у меня так… Так напрасно думала я, Что плачу я все, что хочу. День и ночь в своих мечтах Летала я в облаках. Потом-то случилась любовь. Случилось, да. И звали его Андрей, как ни странно. Да, я потом стала замечать, что как-то вокруг все Андрея окружают, вот так складывается жизнь. Твоё имя. Поэтому мой папа тоже Андрей. Папа детишек, слава Богу, далеко. Как же ты встретила своего Андрея? Встретила в компании общих друзей. Ну, была вечеринка, день рождения нашего общего друга. И нас представили друг к другу. Ну, и как-то вот мы так на расстоянии все. Вот только вот глаза, эти глаза напротив. И так и разошлись. Потом он искал встречи со мной. В общем, обаял по полной. Нет, действительно, да, нам было хорошо вместе. Мы дополняли друг друга. И очень быстро поняли, что и скучаем, и всё. И на уровне ощущений запахов и звуков и так далее. Сошлись ещё на том, что очень детей хочется. Ну и всё, и понеслась. Пошла к продюсеру, она сказала, дорогие мои, не могу больше, и всё. И я не знала ещё о том, что накануне пришла Аня Семеновича и сказала, что уходит тоже. И получилось, что вечером Аня ушла, а утром я. И, в общем, я первая не успела уйти. Поэтому мы договорились, что ещё три месяца я поучаствую в съёмках хотя бы. Потому что, ну, это жёстко. Так, конечно. Сколько лет тебе было, Ксюша? Мне было 27. Сознательная мамочка какая-то. Да, сознательная. Оба детёныша, оба они запланированные. После встречи, до рождения Мирона, сколько было, прошло времени? В деталях года два, два с половиной, наверное. Можно за это время же, да, понимать, что из-за человек кажется, что это прямо половина. Можно было, да. Куда не повернёшься, везде совпадения. Вот эти запахи, звуки, о которых ты говоришь. Даже вообще это туманит всё, и даже когда потом появляются какие-то звоночки, вот это всё, то, что мы себе нафантазировали, оно где-то там далеко. Звоночек какой был? Разные, ну, как бы звоночки все связаны были. Такая неутренняя тема алкоголя. Вначале было забавно и какой-то смешной. Но потом уже, когда я уже после второго ребёнка, я вернулась на работу, и там, ну, доходило уже до такого, что там выбрасывался мой чемодан с вещами, с гастролями. Уже когда я стала видеть, что на детях всё отражается, дети всё видят, я приняла решение, мы с детьми переехали к моим родителям. Он был подан, ты тут же его предупредила. Через суд? То есть это... Подала в суд заявление по определению места жительства детей. Мы пришли к суду с мировым соглашением. Мы с ним подписали мировое соглашение, что он согласен, чтобы дети проживали со мной, и положенные два выходных в неделю там были прописаны. После суда уже, который определил место жительства детей со мной, я отдаю ему детей на выходные. Паспорта детей у меня находятся. Он за это время сделал паспорта другие. Это уже на совести тех людей, которые этим занимаются. И он вывозит детей по старым разрешениям, которые я давала на выезд, когда мы еще были вместе, когда дети в Испанию летали, там куда-то еще в Лондон. Но дело в том, что автоматически они аннулируются после того, как прошел суд. Но их чудесно выпускают по этим разрешениям, по новым паспортам. И все, и дальше я звоню, и такой хихикающий, издевательский голос. А мы, говорит Ксения Андреевна, на каникулы с детишками уехали. Я говорю, ну, и детишки приедут послезавтра, как положено. Надо понимать, что Мирону 4, в это время Богдану 2. Да, да, и дети все понимают. Как дети пережили эти 9 месяцев, мы до сих пор отголоски ощущаем. Там психологические изменения какие-то там еще идут? Психологические, да. Детям было там очень сложно, потому что я до конца не знаю, но Богдан младший, он все время находился там с няней или не с няней, я не знаю, они с Мироном, да, они были в одной квартире, но они практически там не общались. Ты публичный человек. Ты смогла воспользоваться тем, что можно было обратиться в прессу и вообще как-то этот вопрос обнародовать. Во-первых, когда все произошло, первый месяц никто об этом не знал. Ну, мы с Машей, с Марией Сергеевной, с моим адвокатом, мы делали все, что нужно, но молчал, я не хотела это все придавать огласке, поскольку за этот месяц ничего не произошло, Андрей на контакт не шел, не хотел детей привозить, мы пытались по-разному. Он хихикал мне в трубку и говорил, ага, дети отдыхают. Да, когда-нибудь увидишь. Ну, вот 18 лет исполнится, увидишь. Ну, в институт пойдут, увидишь. Ну, вот по-разному, то есть, по разными фразами издевался. И приняли решение, что придать огласке. Почему? Потому что хотели, если есть уж такая возможность, да, чтобы кто-то помог, может быть, кто-то бы откликнулся, может быть, на каком-то даже государственном там уровне, не знаю как. Еще раз я убедилась абсолютно в том, что это все бесполезно. Ты единственный человек, кого я знаю, который с помощью закона вернул своих детей к себе. Ну, мне вообще, то есть, цель его была вообще какая? Цель, почему удалось вернуть еще детей? Потому что цель его была не просто наказать меня. Растоптать? Чтобы просила, умоляла? Да, чтобы просила, умоляла, чтобы любила. Я говорю, ну, ты понимаешь, любви не будет, ты таким образом, а любовь не вернешь. Были комичные ситуации, конечно, когда названивал постоянно. По ночам приходилось выключать телефон, и однажды мне Маша звонит в 8 утра. И говорит, Ксюша, хочешь посмеяться? Ну, говорю, Маша, в нашем положении? Хочу, конечно. Говорит, звонил твой любимый. И, говорит, звонил мне в 7 утра, 5 раз, просил твоей руки. Вот, ну, в то же время делала с детьми, никак не двигалась, никуда. Он давал тебе хотя бы по телефону общаться? Иногда. Иногда давал. Что ты говорила им? Я им говорила, конечно, в первую очередь, что, как я их люблю. Не старалась не говорить, что я скучаю. Просто говорила, что я их люблю, 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 что скоро увидимся. Они задавали вопрос, мам, ты где? Что происходит? Почему у нас с папой? Да, естественно, мамочка, да, когда ты к нам приедешь, я говорю, Мирончик. Я, естественно, больше с Мироном разговаривала, потому что Богдан только слушать тогда еще умел. Я говорила, Миронечка, ты знаешь, я, я говорю, я очень сейчас работаю, но, говорит, мам, а почему? Я говорю, Мирош, а помнишь, ты вот такую большую машину видел в магазине, очень хотел? Я говорю, вот сейчас я на нее денежку заработаю. И вот, ну, как-то вот так приходилось вот такие вещи придумывать. Ну, потому что если в трубку, говорит, ой, я скучаю, там, и лить слезы нельзя было. И ни слезинки в трубку, ни он, ни дети от меня не услышали. Я потом это делала, за крышкой. Они тебе чего-то странного, там, пугающего тебя не говорили? Он не давал им, конечно, говорить, была громкая связь. И как только начинали что-то говорить, он сразу там их устранял. Мирон боялся, что он иногда ночью просыпается и не понимает, вот, и боится, и рассказывает такую историю. Я говорю, Мирош, что ты боишься? Мама, там привидение. Я говорю, какое привидение, Мирош? Он говорит, ну, вот как в Лондоне было. Я говорю, а расскажи мне, как в Лондоне было. Ну, я проснулся, и там было за окном привидение. Я говорю, так, ну, я говорю, ну, ты папу бы разбудил. Говорит, папа, говорит, пришел с работы и лег спать на пол. Я, говорит, его будила, я ему кричала в ухо, я на нем прыгал. А папа не просыпался, и я боялся. Я говорю, что ты сделал? Я лег и накрылся. Эти 9 месяцев, это небольшой срок для того, чтобы какие-то изменения наступили? Ну, есть возможность все восстановить, да? Если бы они закрылись и продолжали быть такими послушными, то да, это уже прямая дорога во взрослую жизнь, комплексы и так далее. А так как они все пришли в свое обычное состояние, постоянно движущихся молекул, то все нормально. Расскажи вот эту какую-то невероятную историю, как ты в чужой стране отвоевала своих малышей. Поскольку у Андрея была еще цель, чтобы это я тоже была, чтобы я была с ним, поэтому он меня допустил и разрешил мне приехать в Испанию к ним. Он еще мне позвонил в один прекрасный день и сказал, ну, что ты там, все работаешь? Ну, работай, работай. А вот мир он болеет, у него температура 40, я говорю, как? А до этого я пыталась дозвониться, две недели не могла связаться. Вот, мы, говорят, сейчас в Испании у них там квартира. Ну, приезжай, что, слабо приехать? Я говорю, ну, я работаю, ну, конечно, я приеду, я прошусь. Через три дня я была в Испании. Ну, и, в общем-то, такая была видимость у нас, семья прям, как будто, как ни в чем не бывало. Вот, но только там, я замечала, перерывались мои сумки, телефоны, там все. А и звонит мне Маша через несколько дней, говорит, так, Ксюша, сейчас пока не радуйся, но я все узнала, я была на консультации в МИДе. У нас есть шанс с нашими документами российскими, я сейчас перевожу их срочно, и на основании нашего российского заключения суда на территории Испании. Мы сейчас, говорит, с тобой все сделаем. Сейчас я все выясняю детали, связываюсь с консульством, расслабься с идеей. Скажи мне, Паша, сколько времени ты в Испании пробыла? Я пробыла неделю до того, как мне Маша позвонила, и вот еще неделю ее ждала. Значит, день Х приближался, уже Маша связалась с консульством, мы были в Валенции, а консульство в Барселоне. Маша прилетела, пошла к консулу, консул еще раз, просмотрев наши бумаги, все дал разрешение, сказал, что срочно езжай Марии Сергеевны туда, забирай их. Моя задача была каким-то образом с детьми выйти вниз, сесть в машину, в которой приехала Маша, и уехать на территорию консульства. Я постоянно в голове это все прогоняла, какие-то предлоги. А мы должны были, он говорит, полетим в Лондон вместе с нами, будешь с нами в Лондоне, там все, семья, тра-ля-ля. Я говорю, да-да, конечно. Я думаю, что он, потому как я легко на это согласилась, он понял, что я что-то замышляю. В общем, прибегает он и говорит, ура, я поменял билеты, мы летим в Лондон сейчас, собирайте вещи, через час самолет. Вот. Маша подъезжает. Я собираю вещи, значит, когда я еще летела в Испанию, папа мне сделал ксерокопии моих документов и виз, и распихал везде, где только можно было, по чемоданам, по вещам. И паспорт я засунула в сумку под дно, и он туда не дорыл, потому что я вижу, врылся в этот момент в сумке, вот так все прям перерыто, искал, видимо, мой паспорт. Значит, я этот паспорт оттуда забираю, куда-то себе его там в одежду пихаю, хватаю детей, пока он там где-то замешкался, и мы выходим, выходим к лифту, а этаж 20-й. У меня вот так вот колотит, я думаю, сейчас только сознание не потерять, потому что Маша уже ждет внизу. И тут все как замедленные съемки, лифт не идет, у меня в голове все стучит, темнеет. Дети еще кричат, мама, мы куда, я говорю, тихо, за жвачкой мы. Тут открываются двери лифта, в этот же момент открывается дверь квартиры, озверевшее лицо, вот такое полностью изменившееся. Я вталкиваю детей в лифт, двери начинают закрываться, я не знаю, как он, в три прыжка, расстроение приличное было, в три прыжка, значит, заскакивает в лифт, хватает меня, хватает детей, закрывает нас в квартире. У меня был второй ключ, я, значит, пытаюсь этим ключом открыть. Он меня дабрикодирует, дверь начинает. Я говорю, Маша, поднимайся. Хорошо, телефон не отнял. Маша поднимается, звонит в дверь, дети орут. Я Богдана на руки, Мирона за руку. Очень по-тихому не получилось. А Маша узнала, почему в Испании можно было, потому что в Испании, в территории Испании, он со своим детям, как он говорит, я поддана ее величеству, вот с этим своим великоподданством, он там обычный турист, такой же, как и я. Поэтому на территории Испании мы равны. Вот, и Маша звонит консулу. Консул говорит, успокойтесь, вызывайте полицию. У вас все документы на испанском. Вызывайте полицию. Приехала полиция. За то время, пока приехала полиция, к нам в квартиру уже вошли. Старшие по дому, которые знают их давно, с детства. И его какая-то еще подруга, которая говорит и на испанском, и на английском, в общем, она там все между ней, он и на испанском не говорит, все переводила. Еще какой-то за полчаса нарисовался адвокат, которого они вызвали. Продолжаем программу «Субботник». Я Олеся Судзиловская, а у нас в гостях Ксения Новикова. Пришла полиция. Долго полицию не открывали. Потом в полицию впустили все-таки. Полиция изучила документы, ну так поверхностно. А он еще говорит, она, я там, папа детей, вот у нас одна фамилия, она никто, она из России, вообще там такая-то, расслакая-то. И она приехала своровать у меня детей. Полицейский один молодой такой подходит, он взял меня за руку и говорит, вы успокойтесь, я, значит, стараюсь не плакать, не истерить, чтобы выглядеть вменяемой. Да, это была, ну, самая главная задача, хотя, конечно, слезы были, но я так, насколько это возможно. Значит, он берет меня за руку и говорит, вы мама? Я говорю, да, я мама, я из России. Я говорю, 10 месяцев назад у меня папа детей, их забрал, увез в Англию. Сейчас мы с моим адвокатом хотим здесь забрать детей. Вы, говорит, не волнуйтесь, мы разберемся. Значит, они нас забирают в полицию с Андреем вдвоем. Ой, ну, в тот момент, конечно, мне показалось, что все, все проиграно, все пропало, ничего не будет, потому что дети остались с няней, с испанской какой-то в квартире, и я понимала, что их тут же увезут. Полиции долго пытались разобраться с документами, ничего не понимали. Они были вынуждены его отпустить уже. Нам сказали, пишите заявление. Тут я сказала, ну, все, говорю, у вас здесь все так же, как у нас. Пишите заявление, вы его отпускаете. Из-за трудностей перевода я не могла понять, почему его отпустили. А у них, в Испании, у них решается все, как судья может решить за один день. То есть вопрос попасть к судье. Но я тогда еще этого не знала. Приехала переводчица девушка. Позвонили судье время 8 вечера, через 2 часа самолет. На котором они улетят в Лондон, я знаю. Тут же нас везут в соседний городок судье, который оказался там. Вот в этот момент он оказался там как раз. Пока мы едем в этот суд, там минут 15. Судья, там по факту ему выслали документы. И он на основании этих документов, он управляет в аэропорт запрет им на выезд. Так как там они обязаны информировать, то они проинформировали его адвоката вот этого. Когда они ехали в аэропорт, адвокат сообщил, что им поставили запрет, что мы едем в суд. Дальше у нас был процесс. Сначала меня опрашивали. Затем привели в зал суда. Мне дали адвоката местному, потому что Маша там не могла быть моим адвокатом, только свидетелем. И к часу ночи было вынесено решение 100 детей вернуть, а ко мне не подходить ближе, чем на 500 метров. Да, но детей-то не отдали, потому что он скрылся с детьми. Он был на связи с адвокатом. Он скрылся, и когда адвокат сказал, что пересрочно привезите детей, мы ничего не можем сделать, он сказал, да пошли вы все, и попытался скрыться. Но дело в том, что уже в час ночи, когда суд завершился, постановление еще было указано, что его, так как он скрылся, его разыскивали не только испанская полиция, национальная гвардия, а еще и Интерпол, потому как он на территории Испании уже укрывал детей второй раз. А там это все не шутки. Ему перекрыли воздушный путь, морской, самолеты, все дороги. И уже утром, видимо, уже все-таки его убедили, мы приехали днем в суд, и мы просто ждали. Но потом я уже поняла, что он явился, потому что секретарь суда, я сидела вот в зале суда, ждала, а его опрашивали, но я не могла знать, что его опрашивали, что он приехал вообще на секретарь. Она пришла так, зашла, как будто что-то ей нужно было взять, и она прошла вот так мимо меня с раскрытым паспортом, с его вот так вот. Показал, что он здесь. Что да, что он здесь. Вот. Ну и дальше уже все, дальше облегчение. Ты виделась с Андреем после этого еще? Ты даешь ему детей? Нет, мы не виделись. Более того, мы слышались один раз. Ему разрешено звонить детям? Пожалуйста, звони. Я такого не запрещаю, просто дело в том, что он ни разу не позвонил. Нет, однажды он позвонил в состоянии. Единственная его была претензия, это почему дети не поздравили его с днем рождения. Это очень здорово, что они теперь с тобой рядом, дай бог, восстановление пройдет ровно. И психолог, слава богу, работает. Это очень правильно, что вы обратились к профессионалу в этом смысле. А у нас традиция есть, передача такая, мы помогаем семьям, в которых много детишек, ну, своими силами. И я тебе предлагаю посмотреть сюжет о такой семье. Мне 43 года, мужу 53, и у нас 10 человек детей. Из них 8 девочек и 2 мальчика. Игорь и Любовь познакомились в конце 80-х годов. Меня, можно сказать, муж на себе женил сразу после того, как увидел. Тогда Любовь переживала сложный период в своей жизни. Первый супруг погиб в автокатастрофе. Любовь осталась одна с двухлетней дочерью на руках. Для меня это вообще было как гром с надеясного неба, потому что замуж я вообще больше не собиралась. А 31 декабря он принес ко мне тапочки и сказал, все, теперь мы будем жить вместе. И вообще купил костюм на свадьбу. Любовь с первого взгляда переросла в крепкую семью. Ну, сил надо набрать на первых трех детей. А дальше все уже, как бы, появится четвертый, он уже будет не помеха. Иларионовы вместе всегда и в горе, и в радости. Дети во всем стараются помогать родителям. Трудности, в общем, порой бывают такие, что хочется зарыться, плакать в подушку, и вообще, чтобы никто не приходил. Но когда ты вот начинаешь плакать, вот у меня бывает так, что да, мама плачет. Мама, почему ты плачешь? Мама, что случилось? Мама, кто тебя обидел? Ну, в общем, как-то уже плакать уже. А еще если придут, обнимут, поцелуют, уже как-то, уже все ушло. Вырастить и воспитать десятерых детей – задача не из легких. Наши герои знают, в чем секрет семейного счастья и благополучия. Самое главное – поставить приоритеты хотения. В чем-то, ну, отсекать, как говорится, желание, что-то, жить по возможности. По традиции героям нашей рубрики мы вручаем подарки. Большое спасибо программе «Субботник» за изумительный этот подарок. Ноутбук для нашей семьи, о котором мы давно мечтали, который очень нужен детям в школе. Продолжаем программу «Субботник». Я Олеся Судзиловская, а у нас сегодня в гостях настоящая героиня Ксения Новикова. Мама, Ксюша, скажи, пожалуйста, ты счастливая? Ну, да, сейчас, друзья говорят, что глаза светятся. Конечно, первое время было очень сложно с оглядкой. Все время живу с оглядкой до сих пор, наверное, еще. Потому что не оставили нас в суды. Не оставили нас. А что от вас хотят? Адвокат Андрея подошла к моей, а не даже не к моей адвокату, а в суде она это озвучила, что вообще-то Ксения за эти 9 месяцев еще Андрею денег должна, что дети были у него. А, на содержание детей. Мне нечего просто сказать, это прокомментировать как-то, этот цирк. Мы тебе хотим сделать подарок от нашей передачи. Вот такое вот древо. Может быть, там появится еще какой-нибудь Андрюша. С вами была программа «Субботник». Я Олеся Судзиловская, а у нас сегодня в гостях была Ксения Новикова. За четыре моря, за четыре солнца, ты меня увез бы, обещал мне все на свете. Говорил, что я твоя королева звезд, я оказалась просто, ты бросил слова на ветер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...